Всем привет! Сейчас мы проснулись. Буду собирать вещи, которые мне нужны для того, чтобы я смогла ходить весной у нас. Вот, они более лёгкие. И сейчас мы, когда соберёмся, мы должны будем поехать снова к стоматологу. Маме нужно повторно сегодня пройти на рентген, по-моему, какой-то. Вот. Хочу вам показать. Сегодня утро наше в Краснодаре. Сегодня солнечный день. Сегодня ещё более солнечный день, чем вчера. И город уже вовсю, вовсю кипит и движется. Вчера, когда ездили по городу, мы обсуждали с родителями, что так непривычно находиться в Краснодаре, в городе-миллионнике. После того, как ты живёшь в селе, ты приезжаешь и чувствуешь себя каким-то потерянным, что ли. Что вокруг везде столько звуков, шума, столько людей ходит. А там такого нету. И такой диссонанс случается. Мама, ну ты вот вчера сходила к стоматологу. Как у тебя вообще состояние? Ну сегодня я плохо вообще спала ведь ещё. Потом проснулась где-то часа в три, пришлось ещё таблетку пить. Сегодня такое состояние тоже всё вот это болит. И анестезия прошла, видимо спала и всё начало болеть. Да, 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 да. Это очень... Ну состояние такое какое-то вот... Ничего не хочется делать вообще такое вот, лежать. А ты потом сможешь поделиться вот со зрителями своим отзывом о том, как вот тебя приняли, там... Ну да, да, конечно. Многим же интересно. Конечно, я тем более очень долго же искала всё, смотрела, как что... Ну это не сейчас, это, наверное, какое-то время, потом, конечно, можно всё... Поделишься вот. Потому что почему даже, может быть, скажешь, почему именно выбрала ехать в Краснодар, а не поехала в Анапу, в Керчь там, да, ещё куда-то там не поехала. Ну как бы, да, можно, конечно. Собрала все свои вещи, что-то столько прямо. Ну вообще вещи-то у меня в большой только сумке, по факту. Ну всё. Всё нужно. Ну да, будем сейчас спускать вниз эти вещи. Как хорошо-то солнышко, да. Это радует. Прежде чем мы поехали в Краснодар, мама сказала, я возьму с собой лопату, я хочу выкопать какие-нибудь цветы, чтобы посадить в огороде. Я знаю, где в Краснодаре есть место, где растут первоцветы, дикие. За ними здесь никто не ухаживает, они просто возникают, появляются каждую весну. Поэтому сейчас мы приехали на это место. Мама тут нашла какие-то цветы, какие-то растения, вот хочет выкопать. Ты вот эти хочешь? Ну я хочу разные. Ну возьми какие-то. Я когда приезжаю сюда, где столько всяких растёт, мне так всегда хочется их выкопать, но я же на автобусе приезжаю. Вот не могу пока ещё найти, где корешочек у них. Но это красивое тоже, как травка ведь. Ну да. Не видишь, как-то вот её найти-то не очень получается. Здесь немножко выкопаем. Вот оно, попадётся, вот как раз кустики все и хватит. Вам много-то не надо ли? Птички так щебечут, какая красота. Вот, мама, там основные цветы. Здесь никто ничего не ухаживает. Понятно, здесь я огороду у людей. А вот здесь вот разные цветы. Вот, жёлтеньких, таких всяких, да. Только не прямо здесь есть высаженные. Вот иди вот туда вот. Вот они, первоцветы. Я их даже видела на такие лучшие. Вот я думаю, лучше куда-то туда, чтобы не тревожить здесь. Видите, какие первые цветы у нас. Ну красота же вообще. Вот это весна. Февраль месяц называется. Вот что значит жить на юге. Ну вот такого кустика нам хватит. Заделаем емку. Я давно уже об этом мечтала. Ну ещё выкопай какой-нибудь. Вот ещё выкопаем. Жёлтенький. Я вот, кстати, сколько не хожу, никогда не видела, чтобы местные жители вот здесь были. Так бы попросил вот у них, да, там цикламенчиков, чего-нибудь такое. И никогда никого нет. Вот я в ВУЗ когда ходила, никогда не видела. земля очень хорошая, потому что здесь листья падают и перегниваются, земля. Ну мама хоть душу отведёт. Всё хотела долго, да? Ой, я сколько лет уже мечтала. И всё как-то было не до этого. Ну да, сейчас на машине как раз... Специально таз привезла, да. Земля чёрная. Смотри, какая чёрнущая прям. И люди здесь ничего не садят, да, около дома, по идее. Такая земля хорошая. Ну и вот с той стороны. Это здесь, скорее всего, гаражи стояли какие-нибудь, и они их убрали. Такая земля хорошая. И первые крокусы. Они каждый год вот здесь на одном и том же месте растут. Высажены хозяевами этих малоэтажных квартир. В Краснодаре всегда гораздо-гораздо теплее, чем у нас в Темрюковском районе. И сейчас нету ветра и просто такая даже, можно сказать, парилка на улице, на солнце. Ладно, не парилка, но очень-очень тепло, а прям по-весеннему. Вот я сняла даже куртку, потому что в ней жарко. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Приехали мы на Кубану набережную, тут такая движуха, поставили машину на платную стоянку, потому что места нигде нет, но 41 минут бесплатно. Мама уже ушла, и вот там, видите, такой бело-голубой зуб, и вот там находится народная стоматология. Здесь огромные высокие-высокие здания, бизнес-центры. Один из самых привлекательных районов, потому что с домов, которые здесь находятся, открывается очень красивый вид на реку Кубань, и там Кубана набережная. Вот если так показать, такой вот райончик. Так как это бизнес-центр, то и цены на парковку, и здесь тоже бизнес. Один час парковки 300 рублей. 300 рублей, представляете? Двадцать минут, быстро ты. А там же они по результату потом сами уже отправят. Рентген, да, тебе делали? Нет. А что делали? Компьютерная томография. Все? Все. Заходишь в просторное помещение, там одеваешь, как обычно, бахилы, проходишь, там документы заполняют, все там оформляют. Ну, вежливо, спокойно, все, потом тебя вызывают. Быстро? Едем? Дальше. Да, едем. Очень такая интересная ситуация на парковке произошла. Водитель какой-то оставил машину, сказал, сейчас я приду, а здесь как бы по времени парковка. И уже скопилось очень много автомобилей, которые хотят выехать, собственно. Это уже похоже на какую-то просто подставу, когда человек уезжает, и его все ждут. Ну, вроде пришел. Так, конечно, не делается. Уже очень много машин даже скопилось. Уже очень много машин даже не смоглоshola перенестилить. Все очень много машин даже не включено. Дальше. Уже. 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 Да. Уже. 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 Светлым пути заехали в Пятерочку и пойдем сейчас продукты покупать. Крупа яичневая по 32 рубля, 99 копеек. Еще мы купим геркулет его крупу, она по 20 рублей. По акции, да, кстати, это очень дешево. У нас сейчас есть собачки, которым нужно кашу варить. Берем масло злато 109,99. Берем хлеб бородинский по 24,99. Ну да, эти нормальные комфеты. Взяли две планшетки вот такого вот яйца по 74,99. Еще таких конфеток возьмем. 132,99, 240 рублей за килограмм. Завтра праздник, папа с тобой к чаю возьмет на работу. Чай попьют. Такие мы не покупали еще ни разу. Попробуем. Шоколадные. Остановились мы в поселке Красный Октябрь. Это Тимрюкский район. Многих интересовало, где продают рыбу у нас. Здесь очень оживленная трасса, потому что машины едут на Варениковскую из Краснодара. Очень много машин. И вот здесь вот так вот на дороге продают рыбу. Мы здесь в прошлый раз покупали. Здесь люди специализируются именно на этом. Вот родители подошли. Сейчас выберут какую-нибудь рыбку, что им интересно. хотим купить снова Сомиков. Большого Сома. Когда мы ехали вчера в сторону Краснодара, увидели, что в этом месте не только обычную рыбу продают, но и раков в том числе. Видите, рыба всякая. Мама там снимает для вас сюжет. Если вам будет интересно, то заходите на ее канал, потому что прошлый ролик прям такой ажиотаж был. Очень много просмотров ролик набрал. Многим интересна цена на рыбку. Продавцы с удовольствием рассказывают, какая цена, что за рыба, где она водится. Также вот видите, раки написаны. Подходите и собственно покупаете то, что вам интересно. Проходимость машин здесь очень хорошая. Многие жители Темрюкского района знают, что именно в этом месте всегда-всегда уже очень много лет. Еще до того, конечно же, как мы сюда переехали, в Краснодарский край, здесь в этом самом месте продают рыбку. Ну да, что-то родители купили. Какую-то рыбку. 1700 раки. Да, но сейчас уже их нету. Вот люди, видите, также останавливаются на машинах, подходят, покупают рыбку. Здесь у них очень хорошо все идет, бизнес. Очень замечательно. Но всегда должна быть наличка, конечно же, у вас с собой. Рыбку купили? Да, купили Сомика. Так, он вышел у нас на почти 2 килограмма. А цена какая? Он стоит по 350 рублей. Вот, он вышел на 650 рублей. Ну хорошо. Раки есть, но они уже закончились. Раки по 1600 за килограмм. А, по 1600. Также для вас здесь могут и почистить рыбу. Вот кто-то купил, им сразу рыбку от чешуи чистят. Рактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ПО РАЦИwerk